Так точно. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы проверили связь, мы рады вас видеть. У нас сегодня новая тема. Мы приближаемся к завершению этого года и мы не хотим вас сильно напрягать. Мы надеемся, что сегодняшняя встреча пойдет активно, результативно, продуктивно и весело. Добрый день. Татьяна Викторовна уже, наверное, многим известна, представлю еще раз. Это один из наших авторов. Это моя ученица, которую я уже называю давно, коллега по вопросам применения онлайн-технологии. Она не просто слушает, чему-то учится, она активно применяет. Мы сегодня это посмотрим. Усилить звук. Татьяна Викторовна, я могу усилить, а мой звук не хрипит. Давайте еще подробнее себя. Мы вроде бы выгладили тут. Нормально слышно. Попробуйте, Светлана Всеволодовна, у себя звук добавить на устройстве. Если будет плохо кого-то слышно, просим сообщать. И прежде чем мы начнем наше с вами действие о том, как сделать вовлечение, а будет интересно, Давайте, коллеги, посмотрим вот этот опрос и попробуем ответить. Опрос анонимный. В нем представлены варианты ответов, которые чаще всего собираются коллегами, учителями, преподавателями в ходе обучения. Вы здесь видите варианты ответов. Выберите самый главный, самый решающий. Мы понимаем, что все из них решающие, да, Татьяна Викторовна? Да, все имеет значение. Кстати, вы с нами не поздоровались, Татьяна Викторовна. Я здоровалась, Игорь Николаевич. Но, наверное, не совсем было слышно. Так что на всякий случай еще раз поздороваемся. Не со мной, с коллегами. Дорогие коллеги, обратите внимание, что опрос имеет прокрутку, поэтому не забывайте про полосу прокрутки справа, чтобы увидеть все варианты. Усилить звук можно только на своем устройстве, как мне кажется, потому что больше никто не жалуется, Светлана Всеволодовна, громкость у себя на устройстве попробуйте найти и усилить. Если мы сделаем громче, будет искажение звука. Итак, смотрим, какие же варианты ответа. Проголосовало 23 человека из 66 присутствующих, пока меньше половины, Татьяна Викторовна. Ну, что самое главное? Кстати, а что у вас самое главное из перечисленного? Из перечисленного? Да. Вопрос на засыпку. Вопрос на засыпку. А вот дождемся голосования, тогда отвечу. А, вы хотите подглядывать. Чтобы не подсказывать. Хорошо. Чтобы не подсказывать. Вы ушли от моего вопроса. 33 человека ответили из 66. Они еще, возможно, думают и смотрят, а что ответят другие. И тогда будет ясно. Не бойтесь голосовать, действуйте от сердца. Выбирайте. Я, например, скажу, что я выберу. Хотите? Скажите. Добрый день, кто к нам подошел. Опять про звук. Да, песня была громче. Но сейчас, сейчас мы боимся делать наши микрофоны громче, иначе они могут хрипеть. Это в записи будет слышно. Я, например, я, например, для себя, так, а я не вижу свой вариант. Я не вижу свой вариант. Я не вижу свой вариант и не вижу... А словами скажите. А словами скажите. А я скажу словами. Коллеги, а если какого-то варианта здесь нет, давайте сформулируем словами. Я не вижу варианта ответа, когда я постоянно хвалю обучаемых или благодарю обучаемых за каждое их действие внутри курса. Иногда это делаю я, иногда это делают роба, который хвалит их. Плохо написал, но вовремя. Молодец. Зато вовремя. Пусть на двойку, но балл за своевременность получил. Если написал на отлично, но не вовремя, балл за своевременность не получил. Каждое действие я люблю как-то реагировать. Постоянное реагирование. Ну, а что пишут наши коллеги? Большинство, Татьяна Викторовна, по-моему, по-моему, максимально... Максимально использовать медиаконты. Да, про медиаконты больше всего набрало. Третий снизу вариант. Третий снизу. Да, 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 Александр Андреевич, совершенно верно. Третий снизу. Раз, два, три. Поощрение, поощрение. Нет, третий снизу постоянно напоминать обучающихся. Или поощрять, или поощрять. Поощрять, поощрять, поощрять. Я бы согласился, но не совсем... Поощрять не все можно. А видеть, оценивать, реагировать. Вот он написал какую-то, ну, неточность. Зачем я буду его поощрять? Я могу среагировать. Увидеть. Вот. А Игорь Алексеевич где-то со мной согласен. Большое заблуждение относительно медиа-контента. И мне кажется, мы видим, что нас хорошо, хорошо психологически обработали. Говоря нам, что видеорекции, ролики, тексты-то устарела. Вот здесь мой коллега, вице-президент нашей организации по медиа-технологиям Михаил Николаевич Морозов был. И сейчас его не вижу. Он считает, вообще тексты это уже давно устарело. И картинки. Надо сейчас 3D-модели, тренажеры трехмерные. Ну, такие солидные тренажеры. Он приводит примеры по тушению пожаров, трехмерных подслуживанию клиентов в банках. Такое медиа насыщенное. Мы с ним постоянно дискутируем на эту тему. И с ним соглашаются многие. Медиа, медиа, видео. И это интересно, это дискуссионный вопрос. Нужен комплект. Нужен комплект в том числе современный. Но тогда... Евгений Робертович, привет, френд. Среагировать, увидеть не в списке. Евгений, напишите в чате то, что здесь нет, чтобы все увидели. Итак, я вижу, проголосовало 45 человек из 78. Итак, вопрос заканчиваю. Я пока его не выключаю, можно еще голосовать. Но мы видим, насколько наше сообщество стремится именно к медиа. Графика, что там что-то было анимированное, что-то живое, видеозапись. Вот я сейчас машу руками, стоит елочка, это тоже элемент медиа подачи. То есть, мы думаем, что это важно. Итак, давайте, наверное, мы продолжим. Мы увидели, на что обращают внимание коллеги. Татьяна Викторовна, вам есть, что прокомментировать по этому вопросу? Вы любите делать видеоролики, Татьяна Викторовна? Знаете, здесь палка о двух концах. С одной стороны, да, мне нравится мизуализация, мне нравятся видеоролики. Подождите, 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 Юрий Николаевич. С одной стороны, да, нравится, но заменять полностью текст, и я не сторонник этого. Нравится, но не делаю. Мне нравится, но я не делаю это для своих студентов. Вы же вообще их не делаете. Был такой опыт, я пробовала делать видеозаписи для своих студентов. Если мы говорим о нашем учебном курсе, и мы его сейчас будем смотреть, кстати. Видел, видел. Да, и инструкции я им пробовала записывать в виде видеороликов, скринкастов. Не пошло. Вот на моих студентах это не пошло. Они у меня начали просить, а можно ли текст, а где взять файл, а где можно почитать, мы любим читать, дайте нам текст. Во-вторых, не у всех тянет в общежитии, да, то есть технические проблемы есть. У многих проблемы с интернетом, видеоролики не идут, поэтому от этой идеи я полностью не отказалась, но не использован. У нас же моих студентов. У моих студентов, я про свою группу сейчас говорю, про свою группу. Поэтому это чисто вызвано было теми условиями, в которых мы с ними оказались, и они любят читать тексты, они очень любят читать тексты. Поэтому текстовая информация у нас есть. Но от инфографики я все-таки не отказываюсь. С видеороликами сложнее. И на результаты это, в общем-то, и на вовлеченность особо не повлияло, по большому счету, это мы сейчас увидим. Вот Игорь Алексеевич зрит корень. И мы этот корень будем сейчас периодически снова видеть, когда будем оценивать практики, реальные практики. Мы будем видеть, что для достижения цели важна масса совокупностей. И медиа-контент далеко не решающий. Далеко не решающий. Для того, чтобы добиться результат, ну и вы видели заголовок, это вовлеченность, могу и хочу, что на вовлеченность влияют, оказывается, совершенно другие факторы, а не просто красивые ролики. Я часто записываю, часто выступаю, но, честно говоря, самый яркий-то был видеоскрайбинг, самая яркая реакция студента была на видеоскрайбинг, но его очень тяжело делать. Это адский труд делать видеоскрайбинг. Да, им интересно, но сил на это уходит масса. На один вопрос, один вопрос только одной темы, на один вопрос, ну я потратил часов где-то 30. Это колоссально дорого. Я мог бы этот вопрос спокойно им дать в текстовом виде, сделать скринкаст, без видеокамеры, без видеоэффектов, и они бы поняли бы то же самое. Это уже потом осознал. Для начального знакомства, для повторения, да. А если еще, если еще и вспомнить, что в ролике очень трудно делать поиск. Вот он забыл формулу Куассона в моей лекции. Иди, ищи. А в тексте он может ее написать в поиске, в PDF, в Word или в HTML, в страничке элементарно. Спасибо за ваше мнение. Итак, привлекательным, результативным, вовлекательным курсом мы хотим сделать, но наши мнения разошлись. И вот здесь мы акцентируем 4 наиболее частых решения. Какие, Татьяна Витлевна? Да, через эти ошибки прошла сама, через все 4. На самом деле их, конечно, гораздо больше может быть, но мы выделили самые основные. Отсутствие привязки изучаемого материала к практической деятельности студентов, не только будущей. Прочитали, прочитали, мы умеем. Те же самые голые знания. То есть вываливала я на них большой объем информации, определение понятий, таблицы, формулы и все прочее, расчеты, но я чувствовала, что им чего-то не хватает. Когда я начала рассказывать истории, появился сразу интерес, появился интерес в глазах. Даже на очных занятиях смартфоны откладываем в сторону, с большим удовольствием слушаем истории. Поэтому я сейчас стараюсь максимально использовать подачу материала. И плюс привязка к их практической деятельности. Благо тематика нашего курса это позволяет делать. Плюс мне помогают здесь мои пятикурсники, которые, общаясь с моими первокурсниками, показывают им на собственном примере, насколько это важно, нужно, и где это пригождается уже им сейчас, начиная с первого курса. И говорят, как жалко, что у нас раньше этого не было, или мы плохо ходили на занятия. Вот теперь страдаем к пятому курсу. То есть такая вот поддержка со стороны студентов, личный опыт, который не я им рассказываю, а они видят на практике, на своих же старших товарищах, на реальных ситуациях, которые с ними случаются, это оказывает наибольшее воздействие. Оперативная связь от преподавателя. Да, было у меня такое поначалу. И экспериментировала, я специально делала, не давала ответы очень быстро и оперативно. И смотрела на реакцию студентов. Резко падает литивация, резко падает вовлеченность, реже начинают заходить в курс. А чего заходить, если преподаватель все равно на вопросы там не отвечает? Ну, про модернизацию контента мы уже говорили. Да, вот эти видеоролики, различные скрайбинги и прочее, это увеличение трудоемкости, которое эффектно на моей группе выдавало. Сколько вы готовы заплатить Евгению Робертовичу Шуцу, чтобы научиться делать субтитры к вашему видео, чтобы работал поиск? Во-первых, я думаю, что обучиться этому нужно где-то часов 5, и каждый час такого обучения будет стоить, у Евгения Робертовича, по моим оценкам, от 800 рублей и выше. Итого, где-то 4 тысячи рублей вы готовы ему заплатить? Я сначала попробую методом информального обучения, самостоятельно разобраться с этим, а потом уже, если не получится, я возьму консультацию. Он говорит, это даром, действительно, в моих роликах стали появляться тексты. И они, там можно найти формулу Хуассона. Евгений Робертович для меня эксперт по технологиям в образовании. Добрый день, Светлана Борисовна. Я его очень уважаю. Очень. Он спец. Вот он говорит, что можно. Это можно всегда настораживает. А какова цена вопроса, и какова трудоемкость. Вот он говорит, делает по умолчанию. Но пока он пишет, мы этот вопрос не забудем. Нам интересно это. Идем дальше, Татьяна Викторовна, с логистикой. Ну вот, мы прочитали. Вы рассказали, что вы поначалу не испытывали. Это вы, которая проучилась. А что говорить про тех, которые тоже где-то учились, и каковы у них ошибки, мы пока не знаем. Мы предполагаем, что если у вас такие были проблемы, наверное, они есть и у многих. А как же? Конечно, есть. Татьяна Викторовна, что такое стимул у нас? Что вы нам тут нарисовали? Выбор мотивации. Если уж мы говорим об увлечении, то как-то этот интерес нужно поддерживать, и ход обучения тоже нужно мотивировать и стимулировать. Ну вот, стимул то, что чаще всего мы используем. Если буквально, то это остроконечная палка погонщика. Ну, в частности, слонов. Вот то, что у нас есть на нашем рисунке, на нашем слайде. И чаще всего мы используем два стимула. Это подгоняющий, подталкивающий стимулирование, и привлекающий. С одной стороны, кнутый пряник, стимул палка погонщика, толчок в спину, как написано в словаре Ожогова. И поддерживающая мотивация, привлекающая мотивация – это стимулирование. Это вот те самые морковки, которые мы вешаем перед нашими студентами. То есть в основном мы, занимаясь обучением, используем приемы внешней мотивации. То, что зависит от отношения человека со средой, это какое-то желание либо избежать наказания, либо, наоборот, получить вознаграждение. Но это может вести и к влиять на внутреннюю мотивацию обучающегося. То есть побуждать к выполнению действий, за которые он не желает получать награду, он выполняет это потому, что ему это интересно, потому что это его привлекает, потому что не ждет он никаких бейджиков или каких-то наград за выполнение. Ему просто интересен сам процесс, интересно то, что он делает. И вот здесь внешняя и внутренняя мотивация могут как поддерживать и помогать друг другу, внешняя мотивация может поддерживать внутреннюю, а может и входить в противоречие, и, наоборот, ее снижать. Ну, подробно мы на этом останавливаться, на разборе теоретического материала сейчас не будем. Это тема отдельного, наверное. Ну, почему? Игорь Саны спрашивает про вкусы как. А если кто-то морковку не любит? А вот Наталья Дмитриевна очень хорошо ответила. Искать. Морковка условное название. Ищите то, что будет привлекать. Выбирайте тот символ, который будет привлекать. Наталья Дмитриевна, ее захватила тема с поиском контента в видеоролике. А, ну, я вижу ответ в чате, но он попал как раз вовремя и в нужное место. Игорь Алексеевич, искать. Попаем искать, да. Искать. Да, да, да. Хорошо попал, конечно. Да, точно. Уместно в Кайрос. Но мы вот тут целую проблему могли бы как-то обсудить. И мне эта проблема нравится. Я давно на ней делаю акцент. Я хочу только услышать ответ. Я не ищу лямбду. И студент не ищет лямбду в ролике и в тексте. Она введена в Верди, трансформированная в PDF. Он пишет просто по осон и находит ее в тексте элементарно. А находит ли он это слово в ютубовском ролике, я не знаю. Может быть, коллеги подскажут. Гипертекстовый поиск в ролике. Это вопрос с коллегами. Я тоже не все знаю. Вообще-то это очень мощная находка. Которая часто мешает студентам. Они любят глазами находить. Или поиск. Или глазами находят нужное место. А когда мы читаем книгу, мы еще и визуально запоминаем. Если хотим вспомнить что-то, мы открываем эту страницу, или перелистываем, и мы быстро находим. В ролике вот эти воспоминания найти что-то бывает сложнее. мы забыли на каком моменте времени мы что-то это видели раньше. То есть для подготовки к зачету мы хотим вспомнить какой-то момент или это легче делать в тексте. Вот такая точка зрения. А не в ролике. с текстом сопровождения. Да. Вот тут Даталья Дмитриевна подчеркивает о том, если мы говорим это очень хорошо. И мы, кстати, умеем это делать. Я сам это пробовал вот недавно. Это делал. оглавление текста и по ролику вставлял. Но это ручная адская работа связанная с... Там ничего, программирование нет, но это надо проще текстом написать, чем в ролике вот это все выставлять. Ты наговорил это все, потом еще это делаешь вот эту запись, а у тебя обычный курс, у тебя ставка доцента или преподавателя или учителя тебя могут и не поощрить. И даже никто и не просит этого. делает. То есть у нас постановка задачи, на самом деле, коллеги, вот как у Татьяны Викторовны, в рамках своей нормальной человеческой жизни, где нету высокой зарплаты, обеспечить вовлеченность. Обеспечить вовлеченность. Да, когда мы станем звездными, лекторами, профессорами, нас будут звать на курсеру, платить по миллиону долларов за курс, это правда. Там большие платы. Вот тогда, да, согласен. Но большинство из нас это обычные должностные лица, которые любят свою работу, хотят сделать вовлеченность. Вот в чем наша постановка задачи. Давайте-ка, давайте-ка, конечно, можно, вот тут пошла хорошая дискуссия. мне нравится, что наши коллеги, Татяна, посмотрите, они уже вовлеклись в поиск, в поиск, в постановку задачи, в поиск решения. Теоретическая, такая пошла дискуссия, обсуждение разных вариантов под видом морковки, я понимаю, может быть, что угодно, не только морковка, но и какие-то бублики с дырочкой. Давайте пойдем дальше. Что такое подталкивающее? Татьяна Викторовна. Это про подталкивающее, а вот про подталкивающее стимулирование мы, да, да, вот та самая палка погонщика. Что это такое? А давайте не будем рассказывать. Ой, Алексей Петрович, здравствуйте, рада вас видеть. Уже начал отвечать у нас в чате оценивание рейтинг. А давайте, Юрий Николаевич, у нас там, по-моему, еще один опрос есть, на эту тему. О, коллеги, а вот на этот вопрос давайте-ка мы ответим все вместе. Посмотрите, пожалуйста, у нас есть опрос. Варианты вот такого подталкивающего стимулирования приведены здесь. Отметьте те, которые вы используете в своем обучении. Если нет варианта, можно написать свой ответ прямо туда вопросник. Ух, как активно-то пошло. Но 10 человек это еще не активно. Обычно начинается по чуть-чуть, а тут сразу. У нас сегодня, похоже, контингент подготовленный пришел. С такими участниками приятная работа. А вот Евгений Робертович снова задает абсолютно логичный вопрос. Сроки соблюдать. Евгений Робертович, ну, ответьте, раз вы знаете, выберите ваш вариант или напишите другой. 36 участников ответили. Один из коллег, я не знаю кто, в качестве свободного ответа написал бонус. Бонус. А у нас нет такого варианта бонуса? Нету. А хороший, хороший бонус. Нет, бонус. Бонус, бонус. Вот интересно бы еще узнать, что за бонус. Есть ли бонусные баллы? Неважно. Это подталкивающие или привлекающие? Ну, неважно. Может, он им конфеты раздает. Да, 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 да. От Евгения Робертовича. Робертович, прошу прощения. Подталкивающие с привлекающим стимулированием. Ага. Наши олеги, я что часто замечаю, очень любят методику. Им инструмент важен в связке с методикой. Мне-то нравится. Бонус, это поощрение. О, смотрите как. Бонус, бонус, поощрение. А Алексей Петрович не просто пришел, а пришел, он готовился, чтобы прийти. Ценные у нас участники. Ценные. Итак, Татьяна Викторовна, видите, подталкивающие. Вот что, что подталкивает. Видите, что подталкивает. Жесткие сроки. Дедлайн. Сроки, дедлайны. Это тоже самое. Ну, как тренер Тайвеншмента, мне это приятно услышать. А нет, нет, немножко по-разному. Дедлайн. Нет. Немножко. Ну, на модуль, на активность, понятно. Это разные вещи. Хотя, может быть, и не все это понимают. Модуль, это совокупность неких активностей, заданий. Активность, это задание. Ответить на вопрос, принести контрольную, выпить лобзиком Татьяне Викторовне какую-то полочку, это все задание. Не Татьяне Викторовне, на кафедре. Ну, или на кафедре, да. Так, два человека написали свои варианты ответов. Постановка задачи в начале курса некоторые считают, один коллега считает, это подталкивает. Постановка задачи. Дополнительное, творческое, интересное... Интересное задание, наверное. Наверное, тут не видно. А. Интересное задание. Да, задание. Дополнительное. Вот такие варианты подталкивающие. Видите, уже пошла тут классификация. Где морковка, а где пика. Сломов. А вот, кстати, про морковки, Юрий Николаевич, давайте тогда уже следующие посмотрим. Так, ну, проанализировали. 47 человек, 47 человек ответили и плюс четверо дали. Варианты ответа. Да. Вот мне нравится ответ Ирика Анваровича. Я вот тоже считаю, вот у нас здесь минимум два эксперта, которых три эксперта, четыре, которых я знаю. Вот Ирика Анварович это эксперт, чистый, настоящий эксперт в области электронных образовательных технологий. вот он пишет про адскую машину под названием БРС. Он пишет, хорошо ли она, хорошо работает, очень хорошо. Кстати, тоже адский труд, если делать все по приказам, по нормативам. Большая работа, большая работа. Неизвестно, писать карту баллов, ого-го. Да, да, Татьяна Викторовна знает, что это такое. Но вопрос, это подталкивающее или это стимулирующее? Вот в чем коллеги сомневаются, Татьяна Викторовна. А давайте посмотрим следующий опрос. Давайте, останавливаем метод. Останавливаем метод и идем дальше. Стимулирующее. Это тоже опрос? Превлекающее. Так, это, это, это слайд шестой, да? Да. Да. Вот вам еще один опрос. Раз уже пошла классификация и мы хорошо видим и отдаем предпочтение. Вот они эти бонусы. Тут много разных вариантов. Я могу научить. И они, они по-своему ценные. Но один из них самый главный. Тут может быть не точно стоит формулировка. Самый, 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 самый. Вот баллы и бонусные баллы. Пишите свой ответ. Свободных пока нет. Вот тут уже пошла классификация стимулирующая. Один ответ свободный появился. Я не знаю, кто это написал. Документ об окончании курса. Полученные знания и знак смайлика, эмоция одного коллеги. Документ. Документ. Это тоже точка зрения. Это тоже есть фактор. Татьяна Викторовна, ну а здесь что вы лично предпочитаете применять? Я понимаю, что вы сейчас скажете. Все. Все. Что самое? Что самое? Все. Нет. Нет, это не ответ. Самое, самое, самое. Просили сказать все, говорили все. Самое, самое, это, наверное, другое. Наверное, другое. соглашусь. Как там у нас, сейчас посмотрю, полученные знания. Вот для меня важнее практическое применение полученных знаний. Хотите я скажу? Хотите я скажу? Скажите. Скажите. Я считаю, коллеги, баллы я обязан, да. Ну вот он сделал там, а вот бонусные баллы, самая сладкая вещь. Самая сладкая вещь для студентов и для меня. Вот он придумал что-то свое. Я его не просил. Бывает такое? Бонусные баллы. Я говорю, вот смотрите, какой он классный. Вот он придумал. Это увлекает. Мы же про вовлечение говорим. То, что он написал контрольную работу на тройку, он знает, он стоит на тройку. Но он кроме этой тройки взял и сделал скринкаст студент. Я его не просил. По статистике. Взял, записал, как решать эту задачу. Он мне помог. Он научился скринкаст сделать, который я его не просил. И я его поощрил за дополнительные, у меня есть специальная шкала, там дополнительные баллы, не предусмотренные, там до 5 баллов и 100, это немного, но они хорошо работают. Они за эти дополнительные баллы борются. 5 баллов за своевременность заданий. Немного, но они подстегивают. Я могу много чего рассказать про дополнительные бонусные баллы. Зачет автоматом, коллеги, вы знаете, вот я не знаю, как у вас, Татьяна Витальевна, они знают, что у них зачет. Они знают, вот эта вот группа яйцеголовых или отличников, они знают, что зачет, но они соревнуются все равно, что у меня больше баллов. Бывало у вас такое, вовлеченность? Ой, у меня немножечко по-другому было. И количеством баллов мерились. А кто, кто сколько, кто сколько статьи прочитал? Они еще продолжают бороться. Они уже получили свою оценку досрочно. Они все равно приходят, вовлечены, а я круче, я топ номер один, я в мире, по этому предмету топ номер один. Вы не представляете, как это здорово. Вот эти бонусные баллы. А у вас как? А если еще неожиданные бонусные баллы, это еще приятнее. Коллеги, слышно ли нас тут? Говорят, звук пропал. Я уже спросила, если у кого-то еще есть это общая проблема, пусть напишут минус в чат. Слышно. Ой, спасибо, Алексеевич. Значит, это частная ситуация. Это частный момент. Вот, Ирина Леонидовна сообщает, у нее тоже такое происходит. Нужно было сто набрать, а не больше. Теперь у них, вот это пример вовлеченности. И правильно подметил Ирина Коварович, что БРС, это такой хороший мотиватор, не знаю, где он бьет, то ли сзади, наверное, все-таки где-то внутри. Вот что это, морковка или пика? Пики нет. Наверное, морковка, да, Татьяна Новиковна? Морковка, 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 морковка. Наслаждается. Наслаждается. Вот эта морковка. Понравился ответ Натальи Дмитриевны. Прошу прощения, Юрий Николаевич. Я говорю, просто увидела ответ Натальи Дмитриевны, не могу пройти мимо, что бонусные баллы действуют не на всех. Есть категория обучающихся, которым не нужны баллы. И я с этим столкнулась. Это уже уровень скорее внутренней мотивации, когда было у меня два студента, для которых важнее было не получить бонусные баллы, а иметь возможность написать работу творчески. Не только внутренне, это еще и наше искусство вот этих вот, наверное, которые внизу в дауне, они не дауны, но они внизу. Ну, такое слово. Вот наше искусство их тоже вовлечь, они тоже вовлекаются. Согласны? Татьяна Викторовна, вот сказать, это у них такая мотивация, они вот такие, вот, это пассивная позиция, у них нет мотивации, они не настроены на обучение, на преодоление трудностей. Да. Настроены, мы не нашли ту морковку, мы не нашли ту морковку, которая ему интересна. Мы сейчас ее найдем. Ну что, за счет автомата самый лучший мотиватор, по мнению коллег, согласен, согласен. Для троечника, кстати, это да, действительно, вот если он выложился, автомат получил, он счастлив. Согласен, да? Идем дальше? Да, вот тут у нас добавились еще свободные ответы, три первых пункта, плюс творческое задание, участие в студенческих каких-то активностях, не вижу. Возможность освоить профессиональные, практические методы, навыки, да, для некоторых это очень сильный такой мотиватор, привлекающий, особенно для студентов-заочников, которые, например, приходят, их не столько баллы интересуют, сколько интересует практическое применение получаемых знаний, навыков в их повседневной деятельности, которой они уже сейчас занимаются. Хорошо. Ну, похоже, барковка тут не только разная, но и у каждого потребителя, да, она бывает разная. У каждого человека. И вот здесь начинаются поиски, тут начинается неразберегия. Можем ли мы индивидуально учитывать эти потребности? Ну, выводы, Татьяна Витальевна, что-то можете добавить? Наверное, уже мы увидели предпочтительные. Надо соглашусь с... Кто-то у нас из участников высказывал такое мнение, что предпочтительные виды и то, и другое должно быть в определенных ситуациях, в соответствующих ситуациях, и без подталкивания мы тоже не обойдемся все равно одной морковкой. Да, и то, и другое оно должно присутствовать. Мне понравился постановочный вопрос Людмилы Сергеевны. Она честно признается, бонус вести могу. Но куда его добавить? Вот это, мне кажется, ключевой вопрос. Она видит их всех, преподаватель видит. Куда? А, что-то повисло, да? Татьяна Викторовна, вы слышите, да? Куда этот бонус внести? Слышу, слышу, да. Варианты ответа в журнал, себе в голову, свой какой-то личный кондуит преподавателя что-то там поставить. Устно его сказать. Куда вот эти массу вот этих вот меток можно вносить? В карту баллов. Я прописываю в карту баллов. Вот во втором вузе, где я работаю, у нас та же самая ситуация. У нас набрать он может сколько угодно, но больше ста мы поставить не можем по правилам БРС. но я имею возможность добавлять до 15 бонусных баллов студенту за творческий подход, за активность, за что-то еще какие-то, мотивацию, вовлечение и прочее. Я их добавляю к ответу, но они заранее предупреждены, что больше ста баллов он не получит даже с учетом бонуса. Правильно. И вот здесь мастера... Это знаете, где срабатывает очень хорошо? Если человек творческий, он хорошо выполняет задания, но он в силу болезни либо каких-то обстоятельств он не смог прийти на занятия, где мы выполняли задания, он потеряет же эти баллы, за счет бонусных баллов он его может восполнить и не потерять оценки. Они и для этого иногда их еще используют. Я должен уехать в командировку, я вот сейчас выполню задания. Творчески, чтобы заработать дополнительные баллы. Почему нет? Тут очень простой ответ, два эксперта четко, ясно пишут. БРС. Вот туда, если все вносить, оно и будет работать. Но мне не очень импонирует точка зрения Ирека Анваровича. Мне о том, как человек импонирует полностью, я его уважаю. Но мне не очень нравится тезис, некоторые коллеги его часто озвучивают, в том числе и на высшем уровне, о создании нескольких моделей обучаемых. Может быть, мы разное понимаем. Я считаю, что БРС для всех одна. Разная психология, согласен, разный темп, разный начальный уровень подготовки, разные условия у разных людей, у кого-то интернета нет, и жилищные условия сложные. Я понимаю, но требования ко всем одинаковые. Вот я четко разделяю. Траектория обучения касается только темпа, оказания помощи индивидуально. Вот он слабо знает математику, ему надо так получилось. У него с логикой трудности, зато хорошо с воображением. Вот это согласен. Но требования квалификационные на зачете всех одинаково. Такая дуальная модель индивидуального подхода. И вот БРС это единый для всех строй критерий, а вот способы, инструменты это вот разное. Хотят знания, хотят диплом, да. У кого? Я не слышу эхо. Я не слышу. Нет, было сообщение в чате, что у меня эхо пошло, поэтому я прошу, если у кого-то еще пошло, чтобы понять. Идем дальше. Вот Алексей Петрович помогает, я согласен с его мнением. Срочно в армию обслуживаю. А Ольга Алексеевна задает вопрос, во вкладочке вопроса, как стимулировать отстающих. Спасибо, Ольга Алексеевна. Идем дальше. Сейчас мы и это тоже увидим. Да? Татьяна Викторовна. Надеюсь. Вот переходим к практике. Татьяна Викторовна, это ваш реальный курс. У вас есть инструмент. Вы не программист. Вы эксплуататор системы. Вот просто научились. Вы умеете ставить задачу. Вот расскажите, что по этой контроле, какие ваши выводы. это гистограмма, коллегия от нуля до десяти, это оценки, и количество участников, получивших каждую из этих оценок. Ваши комментарии, Татьяна Викторовна. Вот это было первое задание с подталкивающим стимулированием, мотивированием. Жесткое прохождение контрольной работы делали в дистанционном формате, дедлайн, время прохождения ограничено, количество баллов определенное, внушение перед контрольной студентам было сделано. Вот результаты. Но результаты плохие. Результаты плохие. Очень даже не. Результаты плохие. Что делать дальше? И вот они сидят. Общее число студентов в группе, Игорь Михайлович, 17-20. Просто иногда к нам присоединяются еще несколько студентов из других групп, которым это важно, нужно и интересно пройти. Я ждал этого вопроса. Я ждал этого вопроса от профессионала. Спасибо, Игорь Михайлович. Я знал, что кто-то это точно спросит. Это моя экспериментальная группа. Обычная академическая группа. Да, да. Это очники. Это очники, да? Это с поддержкой. Это с поддержкой. Мы используем электронный курс для поддержки обучения учеников первого курса. Вот результаты по первой контрольной. А потом на следующее занятие они в ожидании разнулся сидят. Я говорю, ребят, давайте поиграем. Они говорят, как? Я говорю, хотите тренажер вам сделать, чтобы вторую контрольную на эту же тему написать, подготовиться, натренироваться. Ну, вот как спортсмены. Тренируются, они сразу же пробегают олимпийские дистанции. Нужно тренироваться. Хотите? Хотим. Татьяна Витальевна, сделайте громче микрофончик. Чуть-чуть на 10%. Вот, так лучше. Так лучше? Да. Ну, эхо я сейчас. А сейчас? А сейчас? Отлично. Я эхо не слышал. Ну, хорошо. Так и оставим тогда. Спасибо. Так, и дальше вы придавили их. Я их не придавила. Я им предложила поиграть на тренажере. Сделала для них тренажер. Для... Ну, количество попыток я сначала ограничила. Там около 15-20 попыток можно сделать. Вот, пожалуйста, результат по этому тренажеру. Оценивались лучшие результаты. По студентам, по всем попыткам. Лучшие попытки. Во-первых, возросло... Да, вот это вот первый результат. Вот это мы поиграли на тренажере. Посмотрите на результаты, которые они начали выдавать уже по 8-9-10 баллов. Это они делали без меня. Они играли самостоятельно. При этом они сами еще придумали тренажер с взаимопроверкой. Ничего, что мы друг другу будем помогать выполнять это задание. Я говорю, ничего. Только не подсказывать, не давать списывать, а объяснить, почему, где ошибка и почему именно так нужно было сделать. Дать нужный материал, показать, где это можно найти в конспекте. Я говорю, пожалуйста, помогайте друг другу. Для нас важнее, что вы это будете знать, а не в одиночку страдать. После тренажера мы прошли еще раз... Да, Людмила Сергеевна, я вам даже на второй контрольной разрешила сделать в конце такую вещь. Вот это результат по второй контрольной. Вот она первая, вот она вторая. Задания были другие. Типовые, но другие. Мы делали библиографические описания по титульным листам. Соответственно, книжки были другие, источники были другие, списать было уже неоткуда. Вот, пожалуйста, по результатам. Как они помогали друг другу? Алексей Петрович, очень интересно. Они выполняли сначала самостоятельно контрольную работу сами, потом, я уже посмотрела, там сформировались такие пары, они так старались садиться за компьютер парами рядом, потом они менялись экранами, менялись местами. Смотрю, двое у меня пересаживаются, говорю, вы что делаете? А проверить работу перед окончательной сдачей, там же две попытки можно, и вот они проверяли работы, причем я объедела и слышала, как они это делают. Не исправляли чужую работу, а спрашивал соседа, почему, вот здесь ты почему это так написал? И тот должен был объяснить. Правильно, неправильно начиналось обсуждение, они открывали правила каталогизации, они начинали искать там, кто прав, кто виноват. Если это ошибка, то исправляли. Я им разрешила это сделать. Для меня важнее было, чтобы они научились, они даже не научились, не сдали и получили вот эти баллы, а чтобы они научились понимать, почему, почему делать так, а не по-другому. И вот по результатам второй контрольный, совершенно другие результаты, но самое главное, что я увидела практический результат, они писали реферат, где они должны были эти знания применить. и я вижу по их описаниям, по результату, который они представили в своих письменных работах, что понимание есть. Они теперь знают, как вот эти типы источников делать правильное описание. То есть, это не просто было получить баллы и забыть, как страшный сон, они это уже применяют в своей практической учебной деятельности. И с этим тренажером они еще до сих пор играют. Я смотрела по статистике входов, особенно те, кто проболел, пропустил, было у нас несколько человек, наверное, человек два, кто не мог присутствовать. Прежде чем проходить эту контрольную работу, я видела, сколько раз они с этим тренажером возились, сколько они там выполняли задания. и я их этому не заставляла. Я не говорила, что это обязательно сделать перед тем, как придете на контрольную. Да ни в коем разе. Хочешь, пожалуйста, не хочешь, ну приходи, рискуй. Они сами заходят, им интересно. Потому что начинаются рассказы студентов, а ты знаешь, как там. По тренажеру, Наталья Дмитриевна, ну это уже пошла техническая составляющая. Кому интересно, Юрий Николаевич, микрофон. Это длинная история, слышно меня? Это длинная история. И это не всем надо. Мы сейчас этот вопрос запомним, пойдем дальше. Но тут главный методический прием, мы сначала услышали. Вот это ценно. Татьяна Викторовна, вы все рассказали про этот график? Ух, наверное, все. Наверное, пока все по этой контроле. Так, очень хороший ответ от Ирены Мачинской. Коллеги, у нас по регламенту мы можем ложиться в 60 минут, но можем и продолжить. Смотрите сами, как вам удобно. У нас гораздо больше для вас информации, чем 60 минут. Вот, давайте, кто действительно видит для себя полезность, мы будем продолжать дольше. Готова, Татьяна Викторовна? Готова. Тема не так, что раз, два и обчелся. Тема интересная, практическая, мы хотим вам предложить в очень увлекательную игру в дальнейшем. Продолжаем тогда. А я думаю над ответом Ирены Мачинской. Что бы это значило? Итак, давайте сейчас еще один пример рассмотрим. Вот вы сейчас видите на экране, казалось бы, информации ноль. Ничего здесь ценного нет. Мы видим, если кто знает, понимает, что это элемент вот я возьму стрелочку. Курс Татьяны Викторовны. Это ее примеры из реальной жизни с реальными студентами. Вот это название темы, аватар автора, вот тут она скрыла персональные данные, фамилия, имя, отчество реального обучаемого, название его группы. Это она красным подчеркивает, кто в курсе, это количество ответов, количество постов. Вот это название топика, это количество постов. Человек написал и 15 раз ему что-то писали ответ. Наталья Викторовна на все вопросы прочитала, поэтому она видит цифру ноль. Если она хотя бы одно не прочтет, ее система покажет, что вы столько-то не прочли, тоже один из приемов, заставляющий преподавателя тоже себя тыкать, заставлять смотреть, что пишут. А это же подгоняющее стимулирование для преподавателя, студенты же тоже видят. Правильно, мы должны были сказать, я сейчас об этом отмечу, что вовлекаться должны все, родители студентов и школьников, наше начальство, наши работодатели будущие, коллеги, коллеги, профсообщество, должно тоже быть вовлечено в этот вопрос, государственные органы власти, чиновники, кого я пропустил, все, вот это пять участников, которые должны в этом участвовать, вовлечены, а не только учитель и ученик, целая система, мы сейчас не будем пока уходить в сторону и остановиться на этих двух персонажах, учитель и ученик, и здесь мы видим еще одну интригу, о которой расскажет Татьяна Викторовна. Говорить. Какая интрига? Вот в этой записи, вот в этой записи. Даты, когда были оставлены сообщения, когда был размещен пост. Ну и что здесь ценного, Татьяна Викторовна? Что тут такого ценного? Ну подумаешь, запись, в чем идея? Так идея очень интересная. Вопрос-то был по учебному форуму, по одной из тем. Им нужно было просто оставить свои ответы и прокомментировать наиболее интересные сообщения своих сокурсников. Сначала мы разместили просто ответы, на этом успокоились. Но когда я им сказала, что можно вести дискуссию, что можно оставлять сообщения, вот как вы в чатах общаетесь, как вы на форумах общаетесь, вот ровно так же, только по конкретному вопросу. И вопрос вот этот я им дала для обсуждения, хотя он называется номер один, но он был далеко не первым. Я его немножко переформулировала, переформулировала так, чтобы студентам было интересно вовлекаться в эту дискуссию. И вот что из нее получилось. 15 сообщений, 15 комментариев, развился такой хороший спор, и что больше всего мне понравилось в этой дискуссии, что они начали вести спор очень уважительно. Не просто лайки, смайлики, какие-то короткие фразы, они пытались добраться до сути вопроса, расспрашивали, допытывали автора, который пытался уклониться от прямого ответа, но делали это максимально корректно, очень уважительно по отношению друг к другу. Я потом у них спросила, говорю, ребята, а почему вы так писали на вы, уважительно, по имени, отчеству, а мы тренировались общаться в дистанционном формате. Коллеги, коллеги, Татьяна Викторовна. А если нам не придется, а мы не привыкнем. Татьяна Викторовна. Татьяна Викторовна. Коллеги отвлеклись, в том числе и я, пошли на пример русского алюминия смотреть ссылку, но давайте договоримся. Ну, действительно, коллега торопится, коллега интересный, тут мы уважаем русский алюминий и Игоря Алексеевича, но это курсы закрытые, посмотреть, там демо есть, давайте мы это посмотрим потом, у кого есть деньги, возможно, купят, возможно, купят эти курсы у русского алюминия, корпоративного университета, но это пока реклама того, что да, мы отвлеклись, вот Ванька слушает и кушает русский алюминий, а мы хотим где Татьяна Викторовна, я не понял, я не понял, вот я отнял русский алюминий напрочь, я хочу понять, что тут было за интрига, в чем тут интрига-то, вот, закладки, Татьяна Викторовна, я не понял, в чем тут интрига, вот если вы раскроете, тогда может русский алюминий пересмотрит свои позиции, в чем интрига-то форума, было вовлечение, было вовлечение и произошло оно по двум, из-за двух наверное вещей, то, что я им разрешила свободно общаться, отвечая на этот вопрос, не просто цитата из учебника дал ответ и все, оставлять свои комментарии, вести спор, расспрашивать друг друга, что не я буду их спрашивать, просить какие-то комментарии дать по ответу, а чтобы они это могут сделать сами. и вот эта возможность свободного общения, которая им была предоставлена, она меня удивила, они действительно общаться очень корректно. Мы видим, что 13 декабря совсем недавно Вадим Андреевич благодарит Павла Александровича, что он прочитав его ответ, он понял общую мысль, которую тот пытался донести, но не увидел ответа на вопрос, называет этот вопрос. То есть, вот этот простой инструмент форум, там было 15 всего обсуждений, пример, фрагмент, когда без участия преподавателя, да, Татьяна Викторовна, они сами, они сами ставят вопрос и сами находят ответ и получают от этого внутреннее духовное удовлетворение, он благодарит его, и тут ему ставят 5 баллов из 5, вот это социальное взаимодействие, мы видим, маленький пример, работает, вот эти студенты, это очники или заочники? Это очники. Татьяна Викторовна. Очники, которые так ходят на пары, у них есть расписание, нет, они дома ходят самостоятельные подготовки, в принципе, не тратя много такого уж много времени, они решают учебную задачу, преподаватель спит или ест, или занимается своим делом, они учатся, работают, это пример вовлеченности, который просто нужно увидеть и оценить. Ну, Алексей Петрович, ну, бывают ошибаются, я тоже, когда, кстати, когда я пишу, я тоже делаю ошибки, когда я тороплюсь, мне важнее не правильность грамматики, а мысль, вот когда мне на первом месте мысль, я иногда делаю опечатки, вот тоже самое студентов, вот мне стыдно, что я опечатки делаю, потому что я увлекаюсь, я увлекаюсь, я иногда пропускаю какой-то символ нужный, вот, например, тире, я знаю, как писать, я всегда пишу тире, а не черточку, да, но иногда я делаю ошибки, вот это, вот это вот пример вовлеченности, да, Татьяна Витальевна, вот что хотела сказать, если такое в русском алюминий, мы пока не знаем, и не узнаем, пока не зайдем туда внутрь, вот я не уверен, что это есть в русском алюминий, а у Татьяны Витальевны я вижу вовлеченность, да, 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 и так, а здесь какая мысль? Ой, здесь еще мысль, которую, которую я, извините, я перебиваю Татьяну Витальевну, меня шокировало, Татьяна, поначалу, Татьяна Витальевна заставляет студента тратить свои средства на приобретение как каких-то каких-то досок каких-то материалов то есть она я читаю она нарушает правила заставляет тратить деньги а вот она теперь расскажешь у нас на самом деле было другая история тут уже пример вовлеченности но уже студентов-заочников во время сессии я им рассказывала тему по организации времени и упомянула о таком инструменте как контекстные доски планировали и вот один из студентов попросил поподробнее рассказать там разные системы есть их организация а вот расскажите еще расскажите еще игры на вас есть доска нету ну вот когда обзаведетесь доску или приедете домой вот у меня напишите я тогда и расскажу игре только пишите в чат чтобы все видели может кому-то еще интересно форум но думаю наверное не напишет как обычно так бывает студенты расскажите расскажите говоришь в конце урока подойдите я вам расскажу не подходит никто проходит месяц они уехали после сессии вот вот тебе преподаватель напоминалка оказывается он эту доску купил для себя по собственной инициативе я у него потом спросила в личной чате игры зачем покупали же можно нет я горит хочу отработать для себя а потом я ее буду использовать в своем благотворительном фонде для своей командной работы сначала мне надо разобраться самому его тема зацепила его зацепил этот инструмент ему стало интересно то есть целый месяц и я потом посмотрела да он заходил он смотрел учебник он смотрел эти темы он читал и вот после этого задал вопрос вот для студентов заучников это еще один пример и вовлеченности и той самой обратной связи от преподавателя используя дистанционный курс иметь возможность оперативно получать ответы и поддерживать связь во время в промежуток между сессиями когда они у нас выпадают в этот черный ящик я хочу облегчить вашу работу уважаемые коллеги я здесь хочу пояснить мы проводим начитку за очниками то мы их отпускаем все они взяли свои конспекты книжки библиотеки мы их не видим они на стол здесь другая картина время идет до сессии еще одна начитка потом экзамен и вот в этот период студент обращается к преподавателю он думает про него по его его это увлекло он спокойно в любое время обращается к преподавателю задает вопрос этот вопрос видит вся группа уже пошло вовлечение от одного человека все вовлекаются да а ответ видит вся группа встречный ответ другого студента или это видит вся группа понимаете что это вот удивительный феномен который мы видим технологии вот этого форума повышает вовлеченность вот на наши возможности резко увеличивается это еще не вся история я спрашиваю у татьяны викторов она мне отвечает вот вы семестр отчитали приходит новый семестр новая группа что вы с ними с этими старыми формами делаете она использует использует методический фонд они видят что что делали другие то есть ей уже облегчение она их не удаляет на новички видят как жили до этого момент вовлечение выполненный в прошлом он работает у нее в настоящем и работает на будущее она действительно управляет временем своим и студентов а это это еще один вывод который здесь так вот не очевиден но он есть я живые выяснил как аналитик у татьяны викторовны методический фонд бесплатный сделанный уже группой мини социумом и вы видите в чате ответы что не только одна такая татьяна викторовна если другие коллеги наталья дмитриевна кстати можете и все желающие обратиться в конце к татьяне виктор не персонально она вам даст персональную консультацию не стесняйтесь а я татьяна викторовна рекомендую всем кто задает вопросы потом связаться после вебинара и ответить по почте наша ваша адреса есть когда контакт контакт будет пишите конечно да да так целая история только маленькое уточнение перетаскиваю я вот этот форум это специально созданный форум для такого социального взаимодействия студентов преподавателей студентов между собой в группе но ответы на учебные вопросы учебных форумов я не перетаскиваю я только вопросы переношу ответ студент подсказок не будет так мы маленькое уточнение только специальный форум который был создан для взаимодействия вот 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 некоторых вот я например всегда оставляю старые формы но 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 правильно где есть польза где есть пользу чтобы не было готовых ответов на на год на те же самые задания вот это имел ввиду татьяна викторовна они не пришли на уже решенные задачи ну а теперь начинается мой любимый раздел я хочу показать более глубокую практику раздел нашего вебинара образец курс вовлечения это предмет татьяны викторовны и поделиться с вами наблюдениями так так ли мы понимаем инструменты вовлечений вот мы считаем и хотим узнать ваше мнение что вовлеченность начинается с этого блока так и называется блок которым татьяна викторовна с помощью таких вот распахивающийся аккордеончиков есть такой инструмент аккордеон он сворачивается разворачивается кодекс поведения описание с чего начать обучение и очникам и заочникам какова структура назначение оценки и баллы вот это ключевая точка и справедливо коллеги в начале отмечали что вот сначала когда вы доводите задачу ставите зависит успех и вовлеченность вот это действительно работает наверное вы согласитесь что и студента это уже мотивирует он знает что за каждый модуль он должен получить вот это первый 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 элементик в реальной практике как делать аккордеончики и что туда писать мы не говорим мы говорим сам сам подход вот вижу коллеги уже пошли соглашаться но сергей на постала плюс на и мне нравится уже реакция мы она позитивная у ирны мачинской это действительно позитивный момент которые многие преподаватели в логистике электронного курса структуре забывают или не умеют или делают небрежно это цел вроде бы простая вещь но она сразу мотивирует на дисциплину любого студента преподаватель уже про него думать ну например в кодексе татьяна витрина прописывает что нельзя себя выдавать за кого-то ведь логин пароль можно взять и передать другому это элементарно и дать одному отличнику сказать мы тебе сделаем шашлык там или еще что-то сводить тебя в ресторан или еще только ты реши за нас один все тесты катастрофа я знаю как с ней бороться татьяна витрина знает хотя она не хотят как от этого уйти но кодекс этот можно можно и нужно сделать в центре делового обучения торгово-промышленной палаты конечно есть татьяна ивановна конечно есть конечно мы расскажем вам ее по секрету только вам в чем эта специфика она же не всех касается не все это в обязаловке да а в ответ если этого курсе нет нет действительно я согласен с татьяной ивановной она тоже явно эксперт вот эти моменты связанные с онлайн обучением в инструкциях оборнадзора не существует точнее не в оборнадзорах а в требованиях по процедуре госаккредитации вот этих моментов это внутреннее право вуза Евгений Робертович согласны? БРС да БРС как бы я забыл документ какой-то был но он не да где-то там упоминается в аккредитации но он не я не уверен что он является критическим наличием БРС для лишения госаккредитации но то что повышает вот эту мотивацию да еще один крючок не знаю согласитесь вы или нет у Татьяны Викторовны один из приемщиков о котором мы много раз говорили в наших прошлых вебинарах я его просто напоминаю это элемент вовлечения вот у нее есть предмет где случайно высвечивается такой термин случайно и у каждого свой Елена Викторовна вовлекает это ваших студентов вот эта игра с котиками некоторые к ней насмешливо относятся Котики в ленту да студенты еще открывая страницу начали сравнивать мы же на ученых занятиях тоже за компьютером иногда работаем и они начинают сравнивать а чего у тебя а чего у меня у кого еще и начинается вот это вот а так там еще все разное а если я еще открою страницу так у меня другое появится то же самое начали экспериментировать теперь они ко мне подошли с вопросом а мы уже все перечитали уже все пересмотрели а что-нибудь еще интересного это гранат вам задание на рождественские каникулы найдете интересные факты я их внесу не найдете значит старые будем читать пошли задумались вот теперь жду окончания рождественских каникул боюсь принесут материалы мне же потом еще вставлять надо будет да тогда дмитрина конечно имеет курс это это чисто из курса только из курса кто-то руку поднял я кто-то руку поднял вот наш постоянный участник сообщает что кто-то руку поднял никто руку не поднял я вижу конечно это факты интересные вот те самые истории какие-то интересные коротенькие заметки по той теме которую мы изучали в этот момент меняющих ну так на то есть для них это и полезно и увлекательно я правильно понял да они ваши термины термины из курса они обращают на них чаще внимание хорошо еще один еще один еще одна находка находка на уровне примитива то что есть стандарт я спрашиваю Татьяна Викторовна вот а чё это у вас 1 декабря была новость потом до этого 23 сентября это новости которые преподаватель добавляет новостной форум курса а чё так мало она говорит нормально действительно это же новостной форум это какие-то внезапные события есть другие форумы а это чисто последние новости главного форума курса да Татьяна Викторовна это для студента для студента это внимание к студенту система онлайн обучения дает ему внимание заботиться вот преподаватель последний раз писал об этом у него уже видно а вот он заботится это тоже вовлекает а потом да только только уехали недавно месяца не прошло поэтому да новостей особо спасибо Наталья Дмитриевна спасибо вот еще один элемент но его видит только преподаватель вы скажете а причем тут вовлеченные студентов а он показывает сколько публикаций не было оценено в этом форуме 95 95 нет без оценок 15 в этом форуме здесь в этом задании 9 работ не оценено 14 работ не оценено без оценки но вы не пугайтесь это вижу я как администратор системы у меня другая статистика а у Татьяны Викторовны по-моему уже все проверено да Татьяна Викторовна но когда преподаватель вовремя оценивает это это добро когда он игнорирует свою обязанность не ставит оценки студенты сидят ждут неделями оценки нет вот эти частичные накопительные он их не читает не знает может быть забыл может быть ему то не интересно тогда вовлеченность резко падает зачем писать все равно никто оценку не поставит но действительно революционный блок который никто еще не видел и не знал реально работает в реальном обучении мы сейчас вам покажем как он называется анализ вовлеченности в обучение я не знаю я не знаю если он в других платформах наверное что-то подобное есть все платформы очень тяжело мы показываем только одну хотя в других это может быть тоже есть во первых это графики вот так они звучат давайте посмотрим как они работают вот пожалуйста так тут немножко будет мелко извините так давайте-ка я сделаю покрупнее не знаю вдастся вот так вот наеду на Татьяну Викторовну ну вот так приподниму здесь если кто-то знает рынок ценных бумаг показаны японские свечи так называемые это хорошо знают экономисты финансисты а с точки зрения статистики математики это столбчатые такие диаграммки показывающие дисперсии относительно среднего и медианы причем они интерактивные они очень красиво так вырисовываются это курс Татьяны Викторовны здесь различные виды заданий показаны с точки зрения интересно если им интересно они их выполняют с разными оценками если подвести и кликнуть мышки по каждой этой свечке то появляется еще детальная статистика вот пожалуйста коллеги то есть система нашим нашему герою Татьяне Викторовне которая не является специалистом по большим данным по программированию система все очень мягко и наглядно показывает что еще она показывает с точки зрения вовлеченности распределение доступа вот какова статистика доступа к содержанию она готовит ссылочки может быть и медиаконтент какой то и так далее ну и что и как оно используется с какой частотой мы говорили о том что медиаконтент важен и вот пожалуйста оценка контента для студентов зеленый они получили доступ просто открывали красный вообще даже не открывали не смотрели Татьяна Викторовна вот объясните почему они карту баллов у вас не смотрят вы на нее потратили время а они не смотрят а наверное другие виды мотивации интересует нет если серьезно то карта так как это очное отделение и заочники приезжали на сессию у нас была с ним установочная то карт баллов во-первых они имеют уже в тех материалах которые им заранее высылались заочником а очникам они были представлены тоже в таком ручном варианте они их знают мы про них говорили и это просто напоминание если вдруг потерял забыл посеял где посмотреть поэтому они туда особо не лазят у них распечатки в конспектах лежат спасибо за ответ спасибо ну и вот тут если подвести мышку тут на самом деле не все компьютер показывает но если подвести мышку каждый из этих стрелочек вот мышка то он показывает название элемента и его количество смотрели да вот еще один из материалов там еще закрытом еще не дошли до них а еще и закрытые есть вот так система очень четкая я уменьшаю наши физиономии увеличиваю изображение картинки а вот еще одна аналитика из того же блока которого нигде не нигде только у Татьяны Викторовны на нашем портале анализ вовлеченности в своевременном выполнении заданий то есть здесь какая отрабатывается гипотеза есть ли студенты вот черная кривая это норматив когда надо что-то сделать а зеленое то что сделано вовремя видите они не совпадают немножко ну в принципе так и должно быть никогда не бывает стопроцентной исполнительности никогда всегда кто-то будет троечник кто-то даже и двоечник кто-то на хорошо вовремя никогда все не могут и не сдать но она показывает насколько они вовлечены по фактору по критерию своевременности если у них сзади вот эта пика работает если спереди эта морковка висит тогда они работают если этого чего-то не хватает или пикает редкая и морковка невкусная не все морковку любят как было сказано то резко падает своевременность то есть вовлеченности нет и вот тут график показывает на реальном курсе а впереди еще события они вообще еще как бы не настали идем дальше не состоявшиеся да идем дальше мы знаем что мы можем делать тесты оказывается в тестах тоже можно видеть вовлеченность представлены вовремя уложили срок не выполнили вообще каково соотношение этих задач выполнено не выполнено по какой по времени и вот тесты которые были у Татьяны Викторовны на на вчерашний момент они показываются видите ближе к новому году вовлеченность почему-то стала подрастать в середине семестра она чуть-чуть упала потом она видимо что-то сделала а может быть так получилось что им стало веселей и уже ближе к новому году пошла такая положительная динамика вот она видит как процесс от нуля до единицы по теории вероятности соотношение интереса вовлеченности работает вот это она вообще ничего не делает работает система сервис который оценивает вот эти психологические процессы с помощью метрик с помощью измерений коллеги вы согласны что это полезная аналитика для любого из нас давно мы что-то не общались с обратной связью так вот видно что нас слушают согласны а интересный модуль модуль на русском языке причем а причем напоминает Татьяна Викторовна вообще не имеет технического образования еще одна аналитика а распределение вовлеченности за период обучения вот тут выспешивается видите работает фильтр очники заочники то есть можно по группам а может и по годам можно фильтровать и анализировать преподаватель методист или декан а может и ректор видит а может и прокурор а может и родитель я сейчас прокомментирую про родителя родитель заявляет претензию прокуратуру что в вашем вузе предвзятое отношение к моему студенту вот его ставят недоскозно двойки хотят взятки и прокурор пишет представление ректору и тот ставит задачу как это так куда бедный преподаватель начинает доказывать оправдываться элементарно представляется аналитика его деятельности где видно вот эти люди входили в течение семестра сколько было открыто каких элементов с каким результатом у меня был такой один случай причем на первом курсе в первом семестре причем это были юристы где она где мы легко показали протокол пожалуйста студент даже не входил хотя другие спокойно входили спокойно сдали сессию все нормально прокурор моментально отстал на основе вот этих протоколов я не фантазирую даже такое может быть и здесь уже не педагогика уже управление но возвращаемся к педагогике вот у Татьяны Викторовны ну у нее были связи Алексей Петрович она думала что с помощью связи кстати в самой же прокуратуре был родственник ей все можно ничего не получилось система аналитики сработала идеально и продолжаем то есть преподаватель видит динамику в разных группах и персонально вот тут говорил Игорь Конварович про индивидуальный подход почему-то одни входят работают активно а другие нет интересно причем это очники интересно почему в чем причина может быть интернета нет я считаю что сегодня интернет особенно в Москве есть у всех вот и вот еще один пример бывают бывают перебои с интернетом в общежитии у нас у нас нет доступ нет Наталья Дмитриевна доступ все у нее был доступ она входила был виден протокол что она входила в середине семестра ровно один раз в протоколе было записано когда она получила логин пароль она была очница у всех одинаковые условия все было идеально четко доступ ей всегда вот то же самое бывает и родители чокнуты извините не понимают роли ничего им не можно убедительно показывать что угодно да но это бывает крайне редко нас интересуют другие вопросы не юридические а психологические вот этот очень интересный модуль он показывает вот у нее есть форума Татьяна Викторовна 47 раз было записи 48 раз было ответов на разные записи вот трое самых активных причем Татьяны Викторовны там нет нет обычно преподаватель самый активный да они уже без нее активисты и вот тут пошла кстати эта очень красивая диаграммка она сначала шевелится этот паучок так вырисовывается динамически на экране мы не стали на это тратить время показывает кто да этот паучок движется да да можно выключить посмотреть кто лидеры по социальной активности может быть они ерунду пишут это пока еще не известно но они активны на них обращают внимание этот модуль показывает Татьяне Викторовне а здесь здесь я не могу выключить и очень интересно и она показывает это студентам Татьяна Викторовна вот эту аналитику вы им показываете да это социограмма в начале этого да это социограмма я им показала в самом начале этого паучка когда он был еще не такой разветвленной когда разрешил им свободно общаться в форуме так они теперь мне задают вопрос а паучок подрос причем у вас же есть проектор в аудитории или нет не везде не везде но преподаватель вот я всегда показывал на экране много что у нас там с итогами вот этого паучка покажешь ну все у них это они в форме вот этого социума показываются а вот теперь вопрос камерно собираемся у компьютера преподаватели и смотрим так интереснее как по семейному а я сейчас еще не спрашиваю как реагируют ваши коллеги на вашу социоактивность вы не представляете как коллеги могут реагировать на такие практики у своих же коллег это же не у всех есть я знаю точно что у Татьяны Викторовны ее окружение не могут все вот это применять так как она это делает хорошо но реакция окружающих и начальство это отдельная тема пока не будем ее поднимать не будем специально пока мы говорим про успех одного одного преподавателя или учителя в одном классе или в одной группе а вот теперь я хочу задать вопрос коллегам вот этот ресурс сделанный база данных как элемент машинного искусственного интеллекта мы показывали в прошлый раз и еще был вебинар он позволяет находить точно библиописание как вы думаете вот такого рода элемент кстати тоже созданный Татьяна Викторовна это обеспечивает вовлеченность вот если здесь социограмми мы видим и понимаем а здесь подумайте плюс или минус да или нет наверное уже забыли что это такое хорошо тогда попроще вопрос а когда система антиплагиата применяется это тоже кстати модул это способствует вовлеченности в обучение тоже сложный вопрос вот Эдуард вот вот уже двое ответили и мнения разделились примерно так же думаем и мы Татьяна Викторовна Рекангарович иногда да иногда нет нет Ирена тоже как многие антиплагиаты те которые занимаются они не любят они вынуждены это делают и мы все сомневаемся и я знаю что многие заведующие кафедры и многие руководители подразделений вынуждены принимают вот это требование проще было как раньше не надо это все сдавать а теперь что-то проверяется смотря как и затем если говорить про студентов то у меня например нет не не вовлекают а если посмотреть на антиплагиат с точки зрения воровства вот почему какой-то хитрец который содрал чужую работу получил пятерку а какой-то очень ответственный студент старался ходил библиотеку все делал сам получил тройку это справедливо мы кого вырастили отстеги как незадача которая нам мешает на контроле но не вовлечение не увлечение студентов мы для министров работаем или для реального для реального исполнения вот этих трудовых функций какое какая ценность будет в этом специалисте если он украл и выпускную работу а мы не нашли способ мы нас обдурили хорошо это не вовлеченность назовем это другое не та ценность не та ценность да они не вовлечены но они вынуждены работать а следующий к вам вопрос я тоже этот модуль показывал когда студенты прежде чем пока он преподаватель не увидит отзывы с предприятия не в мудл а с предприятия он не поставит оценку эти все отзывы подстегивает здесь скорее всего тоже такой абстрактный вопрос студент хочет не хочет у него сзади есть стимул который заставляет практику проходить так чтобы отзывы были положительные это тоже стимул тоже его подстегивает заставляет его работать адаптивное тестирование тоже модуль который мы говорили на кривой перевод не обращайте внимания система подбирает сложность вопросов исходя из готовности студентов и когда постепенно у него вопросы ответы становятся более правильные она дает ему более сложные задания вот это машинное обучение о котором мы говорили на наш взгляд может добавлять вовлеченность Татьяна Викторовна спит ед отдыхает занимается научной работой а машина вовлекает ее студентов вот еще один пример вовлеченности статистика посещаемости тоже модуль о котором мы говорили много раз нет один раз говорил на прошлом вебинаре про машина который подстегивает аналитика подсказывает подсказывает ему постоянно а еще он покажет нами с папой блог видите я хожу на все занятия 100% где мой бонус мама я знаю что студенты показывают этот модуль родителям наличие менторов с морковками и с пиками в группе среди студентов а может быть среди аспирантов которые смотрят как они обучаются и спрашивают а че ты так плохо учишься что ты там не сдаешь задания наши старости этого не делают а менторы то есть студенты среди самих же студентов они получают за это компенсацию их задача подталкивать интересоваться предлагать помощь может быть конфликт с преподавателем может быть нехватка литературы или еще лабораторных часов они смотрят и подталкивают вовлекает это ну наверное на западе точно вовлекают у нас пока еще нет это это может быть хорошим подспорьем для работы старост 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 у нас старосты много полезно работают с низким уровнем коррупции да да Эдуард Эдуардович да да я не знаю как в ПСТГУ с коррупцией у Татьяны Викторовны вот в ВУЗе Татьяны Викторовны судя по ее бурной реакции вообще такого понятия не существует но если она еще у вас есть менторы в ваших группах ваши менторы которые не старосты а вот ваши помощники вашей группе которые вам помогают ну там сумку носить я не знаю еще делали доводить нет у нас есть инспекторы отделения которые там очная заочная вот они курируют организационные вопросы административные вопросы там взаимодействие со студентами хорошо хорошо ну если в вашем вузе есть коррупция наверное этому ментору можно дать поручение чтобы он собирал сведения о двоечниках которых нужно получить что-то передать кому-то чтобы они купили себе эти оценки если хотите можете и так использовать хотя мы с Татьяной Викторовной против этого это зависит от ваших задач или анализ корреляции почему студенты группы этому преподавателю сдают в основном хорошо а у Татьяны Викторовны в основном плохо сидит ментор и видит вот Татьяна Викторовна или придирается и стремится коррупции или или она имеет я не знаю но какие-то причины вот сложные требования студенты слабенькие все остальные такие добренькие добрячки заигрывают она принципиальная у нее сдают хуже вот это вовлекает это студентов наверное да когда декан или заведующий кафедры видит может помочь Татьяне Викторовне Татьяна Викторовна давайте мы вам книжки закупим доски закупим у вас сложный предмет надо материально обеспечить вот это вот будет вовлекать студентов далее Людмила Сергеевна не оставляет времени Елена Львовна спасибо за вопрос мы работаем с такими студентами с такими категориями пожалуйста готовы ответить индивидуально статистика посещаемости понятно волонтеров я сказал корреляция к вам коллеги вопрос добавил преподаватель какую-то новую штучку и сидит молчит думает что студенты обязаны сами смотреть и увидеть что там появился новый тест вторая ситуация преподаватель знает что студентов нужно проинформировать он про эту штучку вот здесь напоминает им из системы которая сама говорит вот таком-то курсе такой-то преподаватель добавил такой-то элемент будьте любезны имейте ввиду робот за него сработал это будет вовлекать такое управление неизвестно Татьяна Витальевна а вы что думаете ну а как же а как они еще узнать что там появилось что-то новое вот пока Юлия Валентин напротив Юлия Валентин напротив они они считают что не будет вовлекать это бесполезно ну написали вы им они узнали это наверное она имеет ввиду что они не будут рады а она сидит там и придумывает Легина чем бы нас еще загрузить какую-то бяку придумать и будет и наверное эта версия справедлива у Юлии Валентинов идем дальше а это вопрос как написать а вот он и напишет в таком-то предмете такая-то телегина придумал такую-то вам обузу еще какое-то задание писать хорошо жили жили и так тяжело тут на тебе еще одно задание где-то сколько аж можно то вот грузит и грузит ну я считаю вот студент наверное рассуждает так сколько же там фантазии нас грузит того еще добавил это я например согласен с критикой студентов когда вдруг начинает меняться правило начали учиться а вот это у нас 15 баллов за моду все хорошо потом перед новым годом бабах еще вот это надо сдать а еще вот это ты не сделал а тут у тебя бал не тот и они в шоке сидят терпят конечно молчат но но они бухтят это 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 информированию как техники а к целеполаганию самого преподавателя в начале курса это кажется мы так все спланировали на семестр но я знаю и другие практики когда вот преподаватель у него фантазия включилась он проснулся и начинает им добавлять и добавлять это никак но они вынуждены что тут конечно но это они воспринимают негативно желательно все заранее другое дело что вы говорите а я пошла вам навстречу у вас тяжело получается вот это задание чтобы было легче я добавил для вас новую книгу или более лучшее описание как вот это вопроса вот это наверное вот о чем идет речь а это преподаватель такого его осенило в середине семестра или в конце уже а давай-ка я сделаю им тест и говорит а вот вам подарок новому году будете пока тест не сдадите и на зачет допуска или на экзамен не будет лучше конечно объявлять заранее да 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 вот в чем эксперт надежда пална она точный эксперт она справедливо говорит никаких фантазий бонусы психологически приятны одно заменить на другое или сложное непонятное усилить контентом каким-то более интересным а да матрос она дмитрина да эта презентация доступна можете ее скачать идем дальше а вот хорошо что здесь идет несогласие это правильная дискуссия так независимые рекомендации вот этот вот момент я тоже о нем говорил когда даже математические модели связанные с графиками с формулами проверяет Moodle это тоже элемент вовлечения преподаватель не участвует проверяет робот преподаватель только составляет творческие задания проверяет компьютер анализ социальной активности мы уже говорили вы видели и согласились что вовлекает вот а вот этот слайд из курса Татьяны Викторовны где фамилии выключены специально показаны размеры и толщина вот этих стрелок а вот один тут отщепенец окружочком сейчас мы не включаем фамилию можно включить и видеть вот этот человек нет отщепенца на самом деле вот вот они ну я бы так не сказала просто люди люди поздно вошедшие на форум еще не дождавшись своих ответов вот давайте пусть будет так запоздники ну зачем же так сразу запоздавшие они ни с кем не входили в контакт вот может быть у них вообще не было интернета потом появился вот а это вот одиночные а теперь ну давайте поиграем а какие наиболее актуальные для вас проблемы по вовлечению уважаемые коллеги а вот теперь давайте мы вам говорили мы вот таких инструментов знаем около сотни с Татьяной Викторовной а то и больше которые мало кто применяет но они есть вот здесь показаны темы так в чат написать или как у нас там в вопросе должно быть по-моему давайте посмотрим вот здесь коллеги показаны варианты какие-то трудности хорошо открывайте опрос хорошо у меня по 38 странице по 39 нет у нас время у нас да 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 есть такой есть такой опрос уважаемые коллеги давайте теперь практически поработаем то мы говорили теперь давайте практики перейдем а вот здесь вот эти численные по вовлечению в обучение мотивация стимулирования но есть проблемы которые для каждого все равно являются актуальными при нашей наших разработках при нашей организации обучения Юрий Николаевич вам слово ну здесь то что мы уже частично рассматривали например информационная перегрузка первого модуля когда студент зашел увидел что творится в первом модуле а там кошмар во первых непонятно во вторых что-то не работает и он сразу бросает вот этот перегрузка его убивает и мы говорили что психологически надо начинать с легкого психологически это работает лучше а есть такая проблема я просто напомню логистика в курсе многие знают слова логистика запутанная структура куда идти зачем этот блок там что там за тексты какие-то но мы это все на предыдущих это вы говорили да записи можно было посмотреть так что понятно преподаватель потерял интерес и перестал отвечать интригующее название ну вот как в учебнике один к одному никаких там отклонений все как строго так а поддержка преподаватель это по моему повтор оперативная обратная связь а здесь именно поддержка и это разные вещи это разные вещи в одном случае оперативная в другом случае поддержка слишком глобальные не конкретные цели понятно отсутствие наград дополнительных баллов вот этих вот морковок бонусов еще один и свой ответ два ответа я озвучу от анонимных коллег а я что там ничего не вижу нету там ничего итак 26 человек 26 человек и остановилась вот из 73 сколько 27 наверное тяжелый вопрос тяжелый и и мы уже видим тренд все тренд уже мы видим т.к. 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 оказывается перегрузка первого модера то о чем мы говорили то о чем я сейчас вкратце напомню вот занимаетесь лидирующим вот этот информационный шок от того не знаю где взять логин пароль где этот курс и что там внутри гляну на мамбу или и время я вижу время да итак мы видим спасибо за ответы половина где-то у нас есть да а теперь давайте перейдем так идем дальше спасибо итак мы увидели закономерность а вот здесь еще один опрос давайте поработаем какие технологии опрос 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 связан со следующим материалов у нас достаточно намного да Юрий Николаевич поделиться мы много чем можем с чем мы связаны можем зачем а за тем что мы здесь хотим уважаемые коллеги понять что мы начали с новогодней темы что в новом году лучше всего готовить для вас на что обращать внимание соответственно и вам чтобы понять что наиболее важное в жизни преподавателей так в свободных ответах тренажеры тренажеры на первом месте групповая работа замечательно то есть вот это социализация групповая работа мы о ней сегодня почти не говорили но говорили а на втором месте то о чем мы вообще не говорили общей копилки общей копилки имеется ввиду между преподавателями да 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 вот это вообще контрат Так, хорошая версия у Иракан Варыча, у нас еще есть немного времени, чтобы этот критерий тоже рассматривать, просыпать на обед. Ну что, замечательно, вот это мы благодарим, все увидели, сделали выводы, на что мы будем ориентироваться. Далее, что бы вам, коллеги, хотелось в плане собственного обучения выбрать, это тоже у нас опрос. Да, коллеги, вот еще одна игра. Вот мы увидели проблемные вопросы, а в какой форме вы бы хотели для себя это решить? Какой формат? А, кстати, он был и первый, индивидуальный. А к нам часто обращаются коллеги и спрашивают, нас не интересует программа повышения квалификации в целом. Кстати, под формальным обучением, что подразумеваем, Юрий Николаевич? Расскажите, Татьяна Витальевна. А что мы подразумеваем под формальным обучением? Это скорее прохождение курсов с те же КПК, с выдачей документов установленного образца. Вот это формальное обучение, то, что институализировано. Информальное обучение – это свободное взаимодействие без каких-либо документов, группы общения, те же профессиональные сообщества и самообучение, самообразование. Вот даже методическая копилка может быть таким местом информального обучения. Неформально – это те же тренинги, курсы с выдачей сертификатов, но не имеющих ни государственного образца, ни имеющих какой-то юридической силы. Вот что мы подразумевали под этими терминами здесь. Поэтому для нас важно понять, какой формат собственного обучения, взаимодействия в новом году нас с вами для вас более предпочтителен, для того, чтобы подобрать подходящую для вас наиболее подходящую форму. Хорошо. Уже пора, наверное, видно, что активность низкая, но тренд виден, коллеги просим проголосовать, но не будем тянуть ремидиум. Дальше мы увидели, что в основном хотят индивидуальное обучение, наши коллеги. И мы теперь предлагаем вам… Теперь… Хорошо. Теперь мы предлагаем вам последнюю игру. Следую совету Ирека Анваровича подумать об обиде. Да, видите, у нас полное одиномыслие. Татьяна Викторовна увидела ресторан, в котором написано «Выбери меню и установи цены сам». И это услуга, это не навязывание, тем более «Цены сам» это вообще только для вас такой подарок, в том числе и бесплатный. И мы предлагаем вам выбрать меню. Вот четыре предложения, которые предлагаются в компании Директ Медиа, которые вы можете сообщить на почту. Начиная от бесплатного предложения, которое называется «Пионер всем ребятам примером». И девчатам тоже. Этот тариф у нас есть. Верниколай, я думаю, мы сейчас не будем, наверное, более подробно останавливаться на тарифах, ввиду ресурса времени, имеющегося у нас. Я думаю, сразу, наверное, презентация будет, информация будет. Будет же у нас презентация? Она уже доступна каждому. Запись будет, да, тем более. Можно будет подробно познакомиться. Суть в том, что вы устанавливаете цены сами, и это предложение, которое вы выберете, с той ценой, которую вы сами установите, которую вы готовы оплатить за эту услугу, она будет действовать до конца января, только для участников вебинара сегодняшнего, которые пришлют свои сообщения, кодовое слово, первое слово из названия меню и ту цену, которую они готовы заплатить, на один из наших адресов, которые приведены на этом слайде. Ответы принимаются до 0 часов 31 декабря. Тоже вводим ограничения по временем. Января. Ответы декабря, а осуществление до конца января, Юрий Николаевич. Да, да. Так что, вот, информация здесь, на любой из этих адресов можно высылать информацию. А последний адрес мы тут добавили, это мой, поэтому, коллеги, тут был ряд вопросов у нас в чате, я видела у коллег. Так, если есть какие-то вопросы лично ко мне, можно по этому адресу писать вопросы мне. Да, 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 да. Уважаемые коллеги, мы про сертификаты тут не говорили, если кому нужны сертификаты, просим сообщить о том, что такие сертификаты кому-то нужны. Нужны. Если нужны, можете обращаться по почте. Мы в ответ вам вышлем. Так, цены на сертификаты растут. Кроме, у нас они не растут. Января. С юмором. Уважаемые коллеги, вот наши контакты, вот мой скайп-контакт. Мы уложились в то, как и планировали с вами, в два часа. Выводы о том, надо ли вам это или не надо решать вам. Наше меню в действии. Спасибо, Людмила Сергеевна. Мы тоже никак не можем от вас оторваться. Обращайтесь с вашими индивидуальными пожеланиями. Вот последний тариф. Это уже для какого-то факультета, для большой группы коллег. Можете выходить, писать. С наступающим Новым годом. Не забывайте, что такого меню со своей ценой вы нигде не видели. Один пункт меню вообще бесплатный. Создавайте бесплатно курсы. Но не обещаем техподдержку. Я, конечно, отвечу на ваш вопрос. Но техподдержку я вам не обещаю. Так что с Новым годом. Новый год идет к нам, приближается. Мы готовы всегда вас слышать, видеть. Консультации в каком пункте меню? Консультации. Ну вот, лидер обучения, тут консультации. Обучение, это и есть консультации. Если, лучше напишите частный вопрос, или мы еще свяжемся. Какой объем консультации? Ответим вас. Объем консультации может быть разным. Например, на какой платформе вы работаете? Консультируй, платформа Мудру. Хороший вопрос от Натальи Дмитриевны. Консультации и методические, и технологические, и экономические, и нормативно-правовые. Какие еще финансовые, по рекламе, по методике, по любому вопросу, который вас волнует. Методические, Наталья Дмитриевна, в том числе. У нас каждое нажатие кнопки сопровождается смыслом. Консультации в каком пункте меню. Ну, в принципе, консультации в первом пункте тоже могут быть. Например, вы спрашиваете, есть ли инструкции? Есть. У нас есть видеоинструкция. Я посылаю, вы сами смотрите. Консультации в любом, по-моему, могут быть, да, Юрий Николаевич? Команда Победы, это из нашего ВУЗа? Я не знаю, Алексеевна. Вот эти названия тарифов придумал я. У вас тоже такое есть? Извините, если я попал случайно в такой название. Не расслышал. Татьяна Витальевна, я не расслышал ваш вопрос. Я говорю, нас сейчас не выкинет? Нет, нет. Он был на 60 минут. При помощи какой программы? При помощи программы Мирополис. Платформа Мирополис обеспечивает проведение опросов, интерактивных опросов. Спасибо за ваш вопрос. И вам спасибо, Ирена. Ирена оказывается из университета Николая Коперника, город Тарунь, Польша. Спасибо, что вы к нам пришли. Интересные ваши вопросы. У нас рука в чате. А, рука, вы видите у кого? Так, рука у Елены Львовны. Елена Львовна, хотите вам микрофон включен? В чем у вас вопрос? Вот я вам включаю микрофон. Можете... А, у вас его нет. Попробую разъяснить. Видим ваш вопрос, задавайте его. Попробую разъяснить. Так. Сейчас, слышно меня? Ага. А, рука. Да, да. Очень меня слышно. Я не могу. Сейчас плохо. Почему-то не могу участвовать в чате, у меня не работает клавиатура по набору, не очень поняла причину. Значит, вот вопрос у меня возник следующего характера, по поводу вовлечения. Вот я уже задала, меня слышно, да? Слышно, да? Потому что я не вижу свой микрофон. И, поскольку у меня совершенно разновозрастная категория, меня интересует вопрос именно мотивации на увеличение в курс обучения. Потому что у нас платформа на данный момент работает бесплатно. Совершенно разнообразный континент обучающихся. То есть, ориентирован в основном на женщин в сфере ЖКХ. И, по крайней мере, у меня такая проблематика, это не успеваю я вовремя выходить на контакт с людьми. Почему? Потому что ресурс работает в любое удобное для пользователя время. Не всегда вовремя отвечаю. Но терминение в обучении в обучении в обучении пока еще остается такая забранность. Почему? Потому что невозможно собрать людей воедино, имеющих маленьких детей, которые у нас сейчас обучаются на нашей площадке. И, на ваш взгляд, насколько можно эффективно вовлечь людей в режим конференции? Вот у нас тоже не очень это получается. Хотя актуальные вопросы у людей возникают. Вот как в этом случае, ну, какую вы могли дать рекомендацию? Я выключил, чтобы не было эхо-микрофон у Елены Львовны. Я не очень хорошо расслышал. Было плохо слышно? Елена Львовна, ну, я понял, речь шла о технологии вебинаров. По вебинаров мы тоже можем провести обучение, как их проводить. Если шла речь про обучение сотрудников ЖКХ, нужна методика и технология, пожалуйста, мы можем это рассказать. Это очень кратко, потому что вопрос специфический, он не всем нужен. Это скорее вопрос для индивидуального консультирования. Причем связаться с нами, задать вопрос, естественно, бесплатно мы ответим в общих чертах. Работать, если это будет уже, конечно, заказ, то это будет платная какая-то услуга. Это меню наше вы знаете. Вот, поэтому вот такой ответ. Какие еще есть вопросы, коллеги? Вот такого рода вопросы персональные, связанные не только со школами, с вузами, но и с организациями. Это очень хорошие вопросы. Нам все равно, где вовлекать в обучение, какой орган тоже хорошо знаком со сферой ЖКХ. Я был зам управляющего по экономике, очень крупной организацией в сфере ЖКХ, очень крупного города. Я сам разрабатывал тариф, который был утвержден. Я знаю, что такое ЖКХ. Хорошо, обращайтесь, Елена Альбовна. Коллеги, какие еще вопросы? Ну что, друзья, если вопросов нет, тогда всем всего доброго, с Новым Годом. Я выключаю микрофон и мы прощаемся с вами. До новых встреч. Татьяна Викторовна, вам слово. Уважаемые коллеги, спасибо всем, кто пришел сегодня, кто ходил на наши вебинары в течение последнего времени. Кто приходит, кого уже знаем, кто пришел первый раз. Всем хороших праздников, во-первых, праздничного настроения, хорошей встречи Нового Года. И надеюсь, что в следующем мы с вами, в следующем году уже встретимся, наверное, в январе. Будем рады видеть всех. Ну и сразу же заодно отвечу на вопросы, которые тут поступили и в чат, и в личные вопросы. Коллеги, пожалуйста, конечно, на почту мне можно писать, в том числе и по вопросам и контекстных досок, и тайм-менеджмента, и прочее, и по организации обучения. Все, что вас заинтересует, пожалуйста, моя электронная почта есть, пишите. Всегда рада буду с вами пообщаться. Так что надеюсь, что с вами мы в следующем году увидимся уже в январе. И не забывайте про нашу акцию. Меню и цены вы формируете сами, а мы в январе работаем для вас. Всего доброго, с Новым Годом, до свидания. Все, всем счастливо. С Новым Годом, до свидания.